Здравствуйте! Сегодня готовим тесто для пахлавы. Для азербайджанской пахлавы нам понадобится мука, масло комнатной температуры, 1 желток, половина чайной ложки сахара, половина чайной ложки дрожжей сухих, щепотка соли, теплое молоко. Теперь разведем дрожжи, сахар и теплое молоко. Размешаем и добавим 3 столовые ложки муки. Но ждать, чтобы подходили для дрожжи, не будем. Нам нужно, чтобы дрожжи растворились. Они растворятся в течение 5 минут, 3-5 минут. Достаточно, чтобы дрожжи разошлись. Теперь возьмем тесто. Обязательно просеем муку, добавим щепотку соли, 1 желток и те дрожжи, которые уже разошлись в молоке. Можно замешивать тесто. Осталось только добавить масло. Масло чуть-чуть подтопило я, потому что оно всё-таки не стало комнатной температуры. Вы тоже можете это сделать так. И перемешиваем. Пока ложкой. А потом можете замесить руками. И переносим на стол. На стол 2 минуты надо месить тесто на столе, чтобы оно было эластичное. Чтобы хорошо поддавалось раскатке, так как мы, когда делаем пахлаву, нам нужно очень тонкое тесто. Мы его раскатываем тоненько-тоненько. Прямо миллиметр толщиной. Ну всё. Теперь убираем. Накрываем стрейджем или каким-нибудь пакетиком. Оставляем полчаса 45 минут. Это минимум. После этого начинаем готовить нашу пахлаву. Я думаю, вам видео понравилось. Это рецепт классического теста. Он всегда удаётся. А размер сковородки или противня это 30 сантиметров в диаметре. Получается высокая, хорошая пахлава. Желаю вам удачи, успехов. Не забудьте поделиться видео, поставить лайки. Пусть люди тоже знают это тесто, познакомятся с ним. И всегда будут готовить именно с таким тестом, потому что он никогда не подводит. А пока желаю вам удачи. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok